Создание книги Брайлевским шрифтом – процесс трудоёмкий и дорогостоящий. Поэтому детской литературы для незрячих не так уж и много. Исправить эту ситуацию решили в некоммерческой организации «Моцарт» и разработали тактильную сказку «Меня зовут Лохнеско» Елены Масла. В этой книжке рассказывается о существе, которое, несмотря на то, что оно комплексует, скажем так, вначале, но потом становится счастливым существом. Мне кажется, что эта книжка доказывает, что в любом состоянии, может быть, даже и с проблемами здоровья и так далее, можно найти себя. Авторы создали книгу маленького размера. Ведь одно из неудобств при чтении – это громоздкость изданий для незрячих. Одна страница обычного текста – это пять страниц на азбуке Брайли. Для маленьких читателей сделали осязаемого героя, которого можно потрогать. На ощупь дети могут представить, как выглядит персонаж. «Детки, которые научились только что писать по Брайлю, это 7-8 лет, они как раз таки и почитают книжку самую. То есть это будет не только воспитательный такой эффект книжки, а и обучающий. И плюс еще послушать, как правильно, как звучит белорусская мова. Иван хорошо читает по Брайлю. На изучение одной страницы уходит до двух минут. Но признается, что больше любит слушать книги. К сказке «Меня зовут Лохнеска» прилагается диск с аудиоверсией. «Приятная на ощупь. Очень интересно сконфигрована, так скажем, как блокнот такой своеобразный. Не, 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 не как блокнот, как альбом, ой, Брайлевский. Мне читать нравится. Единственный минус, но это не только этой книги. А всех книг со сказками, вот у меня дома их куча, нету больших букв». На языке Брайля издано семь экземпляров сказки. Книги раздали специализированным заведениям обучения и библиотекам.